Мы здесь гармонично дополняем друг друга. Когда турист едет, наверное, это только важно нам, Горный Алтай или Алтайский край. Туристу важно получить то, что он хочет. А он хочет получить отдых, он хочет получить оздоровление. Поэтому мы гармонично дополняем и сочетаем друг друга. Недаром мы вводим там термины Большой Алтай, когда мы говорим и про Алтайский край, и про Горный Алтай. Потому что даже будучи на лечении в Белокурихе, он едет на экскурсии в Горный Алтай, то есть дополняя свою программу путешествий. Даже бывая, например, в Горном Алтае, он хочет посетить Белокуриху, чтобы посмотреть какие-то свои объекты, и такое бывает. То есть, в принципе, поэтому я не вижу здесь такого существенного различия для туриста. Возможно, есть, конечно, различия в управлении и так далее, но для туриста различия особого нет. Поэтому мы, туроператоры, как раз мы позиционируем это как единое целое со стороны всей России очень велик спрос и на Алтай, и на качественное размещение. Но его пока нет в таком количестве. Поэтому если появится еще один такой очень хороший комплекс с таким большим количеством мест, с такой инфраструктурой, то я думаю, что это только будет плюс, и это будут новые категории туристов, которые к нам приедут. Туристы чаще всего выбирают то место, где есть качественное размещение в горах, и где есть инфраструктура, та инфраструктура, которая им нужна. Если будет создана инфраструктура для релакса, оздоровления самого высокого уровня, то они поедут именно туда, в Белокуриху горную.